12 апреля 2013 года Сенсация состоялась, дорогие друзья! На площадке Русской Православной Церкви Даниловский монастырь, гостиница Даниловская, конференц-зал Собрались ученые, которые говорили о покорении ближнего и дальнего космоса Как можно накормить, напоить, излечить всех жителей планеты Это фантастика! Мы можем перестать убивать друг друга Это такая прекрасная миссия И Россия, российский народ предлагает миру новую идеологему Смотрите конференцию, дорогие друзья Это первый шаг большого пути Выступил Кузнецову Андрею Евгеньевичу, преподавателю МГУ Я хочу поприветствовать собравшихся И, собственно, с этой высокой трибуны Поздравить всех действительно со знаковым днем развития человечества Не только нашей Родины Это день, когда человечество опровергло сомнения многих И сделало невозможное И, собственно, так сложилось, что я настраивался на позитивную конференцию И у меня доклад заготовлен немножко в другой волне Поэтому, знаете, я однажды встречался со страховым агентом Он говорит, Андрей Евгеньевич, вы второй раз встречаетесь со страховым агентом Но до сих пор не застрахованы Это очень опасно Поэтому, собственно, я предлагаю вам Ну, есть две мотивации, да, у человека Это мотивы страх и понимание Я вам предлагаю переключиться на понятийные мотивации Да, и попробовать разобраться в тех вещах, о которых я сейчас попробую за пять минут Истинка рассказать, объяснить, показать Собственно, лет десять назад у человечества были сомнения Сможет ли компьютер овладеть разумом человека То есть были еще какие-то сомнения И были спорные доклады на тему Что такое компьютер? Это игрушка или это что-то, что будет диктовать правила нашей жизни? А сегодня сомнений нет Компьютер это устройство, это сеть устройств, диктующих правила современной жизни И когда мы говорим о подъеме промышленности Когда мы говорим об экономике, об индустриализации И прочих мультипликационных фильмах 60-х годов Я скажу вам сразу и прямо В истории экономики мира, всей планеты Не было случаев, когда компания за 10 лет увеличивает свою капитализацию в миллион раз На сегодняшний день мы наблюдаем десяток таких компаний Что может говорить о том, что это не случайность, это тенденция Я имел ввиду компании Google и Facebook Ну, до этого был Microsoft Это компании, стартовый капитал которых составлял 100 тысяч долларов Сейчас эти компании владеют миллиардами, 500 миллиардов, 700 миллиардов долларов Уже не пугающая цифра экономик Facebook заявляет о том, что она будет иметь триллион к Новому году Она будет самой богатой компанией в мире Собственно, учитывая эти феномены, учитывая эти парадоксы, по сути, экономические Я предлагаю вам посмотреть на информационные технологии Не как на развлечения молодых людей Не как на вещи, которые, ну, знаете, многие с удовольствием говорят Знаете, я с компьютером на вы, я в этом ничего не понимаю Это невозможно, такие разговоры невозможны в наше время Многие экономики сегодня построены на освоении виртуальных пространств Многие компании и корпорации сегодня преуспевают и начинают свой успех Стартуя в виртуальном мире, даже не существуя в реальности О чем я хотел бы сказать Вот тут как бы часто с высоких трибун правительстве произносятся слова о том, что Нам нужны рабочие места Да, и как вот предыдущие ораторы говорили, что действительно, да, для формирования рабочих мест Зачем-то строятся мегалитические огромные объекты в Комсомольске-на-Амуре Кто туда поедет работать, зачем, ну, где они там найдут работников, да Дело в том, что у нас сегодня, сейчас, в данный момент времени Есть 50 миллионов высокотехнологичных оборудованных рабочих мест Это те самые персональные компьютеры, которые стоят у вас дома И всего лишь небольшие вливания в социальные программы Именно в социальные программы В среднюю школу, да, курсы повышения квалификации преподавателей Позволят нам сделать эти рабочие места полноценно функционирующими Что снимет и логистическую нагрузку Людям не нужно будет ездить на работу и обратно, да Что снимет и техническую нагрузку Люди не будут более потреблять вещи, которые им не нужны для нормального существования И самое главное для Российской Федерации Повысит интеллектуальный уровень ее граждан Дело в том, что Россия традиционно, это земля, это родина И новых технологий, и новых прорывов, и культурных прорывов, да И на сегодняшний день возобновить этот процесс рождения Кулибиных, Ломоносовых, Менделеевых и так далее Возможно только одним способом Через популяризацию, через внедрение повсеместных Информационных технологий во всех их видах и проявлениях Я был в Корее пять лет назад Там на каждом столбе, в хорошем смысле этого слова На каждой остановке висел, ну прообраз некий айпада, да Висела интерактивная панель Через которую можно было посмотреть и потрогать Где я нахожусь, новости, видеосвязь Можно было в Москву по видеотелефону звонить и разговаривать Пять лет назад Сегодня во многих школах, во многих вузах Компьютеризация представляется как инновация Как некое большое движение На самом деле, большим движением вперед Будет как раз изменение курса инновационного Мы можем опережать и мы опередим Только в случае, если будем уделять внимание Мышлению наших подростков, студентов и малышей И формированию такого мышления Это вот как бы первый тезис, который я хотел довести Что касается экономической составляющей процесса Ну на самом деле, разговаривать об экономике Очень легко рассматривая государство Как сущность, как человеческое тело Так вот, там есть много градаций Но существует три компонента Без которых невозможна жизнь Это мозг, желудок и ноги Вот когда мы говорим о развитии и движении куда-либо Мы говорим о работе ног Потому что без ног нам трудно двигаться Когда мы говорим о идеях, целях и достижениях Мы говорим о мозге Потому что без мозга мы не можем определить Куда нам идти и что нам делать А вот когда мы говорим об экономике Мы как раз говорим о желудке Сейчас у нас жизнь через живот устроена То есть мы прежде чем идти Думаем, что нам съесть Прежде чем думать, думаем, что нам съесть И в этом коллапсическом состоянии Такая поза эмбриона Знаете, когда вы лежите И в этой позе пребывают все И те, кто очень сыт И те, кто совершенно голоден В голодном обмороке И в сытом обмороке Люди лежат примерно в одной и той же позе То же самое происходит и с государством Примерно в одной и той же позе Находятся государства Которых научили думать желудком Которые живут через желудок И вот в этой связи Во времена поста Да, у нас сейчас Это большая подсказка нам Что иногда нужно отключить желудок И попытаться волей Силой воли включить мозги И включить ум Я буду закругляться Завершать Я скажу следующее Из газеты ведомости Это информация Знаете, если хочешь обмануть Приведи статистические данные Я приведу статистические данные Взятые из газеты ведомости В 2012 году Молодыми людьми, подростками Потрачено 290 миллиардов рублей На внутреннем рынке Российской Федерации Чтобы не пугать вас И не уходить в негатив Я не буду говорить Процентные соотношения На что было потрачено в основном Но я вам скажу важную вещь На что тратить Человек определяет Скорее здесь, чем здесь Особенно подросток Потому что у подростка Проблем живота не существует Его содержат родители А отсюда простая идея Мы говорим о краудфандинге Краунд Всяких краудах и так далее Которые у нас пока не развиты в стране Если мы дадим молодым людям понимание Куда они должны вкладывать Они могут вкладывать 290 миллиардов рублей ежегодно Спасибо за внимание Спасибо за внимание